всем привет мои хорошие рада приветствовать вас на моем канале сегодня у нас поляна из очень вкусных роллов просто самые лучшие посмотрите с креветкой спайса по моему они называются филадельфия запеченный имбирь в общем все самое лучшее собрано в этот сет и вы очень часто задаете мне вопросы какие же суши я предпочитаю у кого я беру моя любимая доставка это japan's garden суши я вам говорю об этом уже на протяжении наверное двух лет то есть я им не изменяю но иногда разве что очень у них очень вкусная ролла очень вкусное все свежее и вот такой вот сет здесь 42 штуки вы можете получить за 38 монат и плюс бесплатная доставка по городу но только обязательно нужно сказать промокод айка эмили не забывайте об этом а то мне потом пишут айка обманула нету таких цен доставка платная чтобы получить бесплатную доставку обязательно говорите мой промокод там у них и другие сеты есть классные заходите он ссылочку оставила в инфобоксе переходите заказывайте и давайте приступим не знаю даже чего начать давайте с моих любимых обожаю спайсы с креветкой вообще моя любовь к креветкам безгранична но я заметила что они подорожали все подорожало я почему-то думаю что в россии все так дешево вчера болтали с папой по видеосвязи он говорит купил рыбу за 700 рублей я такая чё так дорого сколько у вас мясо стоит а сколько это то 3 10 я смотрю цены как у нас я всегда думал что в россии мясо стоит 250 рублей просто нет напишите пожалуйста просто мясом давайте в рублях в казахстане сколько стоит мясо в моем любимом казахстане потом в россии в украине везде напишите пожалуйста просто интересно мне у нас например стоит килограмм мяса где-то 500 рублей но хорошего мяса в общем я наконец-то создала второй канал а точнее это третий канал как меня все исправляют что нет айка это твой третий канал а как же айкук айкук мамин я оставлю вам ссылочку мне будет очень приятно если вы подпишитесь на мой второй канал я буду стараться там тоже выпускать видео но там наверно в неделю 1 видео будет неделю 2 если вам нравится рубрика со скетчбука уверена просто что вам понравится заглядывайте подписывайтесь смотрите видео это дело не прям в том что я хочу разделить свой канал нет оказывается меня смотрят блогеры я иногда в шоке когда вижу а иногда вообще не вижу в общем девочка мне написала в инстаграм у нее канал 150 тысяч подписчиков оказывается он даже подписан на мой инстаграм и у нее такая проблема ее канал блокнули то есть отобрали у нее монетизацию она теперь снимает и не может зарабатывать с этих видео почему это произошло она не знает вот сейчас пытается разобраться одно дело у тебя угнали канал мошенники хакеры какие-то а другое дело youtube сам отобрал у тебя монетизацию вот в таких случаях хорошо иметь запасной канал во первых запасного канала ты можешь написать техподдержку рассказать о своей проблеме да и вообще мало ли что вдруг например украдут канал что-то произойдет одно дело начинаешь с нуля ищешь обратно тех же подписчиков которые у тебя были а другое дело потихоньку развиваешь свой второй запасной как бы канал я не уверена что прям я буду там очень часто снимать все зависит от вашего актива если вы будете хорошо реагировать писать комментарии ставить лайки на рубрику бумажные сюрпризы я буду продолжать это все снимать там там чисто про констовары будет некоторые пишут взрослая девочка зачем тебе это надо тебе же не 10 лет тем более это не набирает я бы была просто счастлива если мой второй канал он кстати называется айка бум почему я так назвала кто подписан на мой инстаграм тот в курсе я советовалась с вами как же назвать свой новый канал я просто подумал айка это мое имя и бум а слова бумага потому что все на этом канале быть связано с бумагой будет рубрика бумажные сюрпризы будет рубрика скетчбук рисунки истории моих подписчиков покупки канцелярии очень много чего именно связанных бумагой сначала думал назвать айка арт очень много было крутых идей спасибо вам огромное за то что помогали мне мне безумно приятно вкуснотища просто не передать словами как это вкусно это заказываешь роллы приходит какая-то фигня вот реально особенно в инстаграме выплывает реклама например 100 штук за 30 монат ты думаешь блин какая хорошая цена заказываешь приходит какая-то фигня либо малюсенькие либо все рис невкусно разваливается вчера я встретила своего хейтера поздравьте меня до этого помню раз такого не было я просто не помню у меня память вообще куриная я ничего не помню я даже маме что-то рассказываю а потом говорю я тебе про это говорила мама говорит да 5 минут назад я такая да ладно мама реально мне говорит что мне нужно обратиться к врачу потому что у меня очень плохая память и мне кажется когда я упала с лестницы и ударилась головой что-то произошло в голове конечно мне хочется верить в то что это не так и у меня все в порядке но все же в общем я встретила свою хейтершу прикиньте у меня где-то год назад была хейтерша которая создала в инстаграме профиль посвященный мне выкладывала там скриншоты где у меня перекошенное лицо где я кушаю писала гадости сначала потом ее как-то начали все осуждать девчонки кидали мне ее страницу я это все видела просто делала вид что я не вижу потом она начала опубликовывать фотографии скриншоты переписок я не знаю как она это сделала в фотошопе наверное это не совсем маленький прям ребенок был которому нечем заняться и она в общем типа переписка с моим парнем мой парень типа общается с какой-то девушкой и говорит меня айка уже достала я хочу с ней расстаться но она просто унижается передо мной умоляет меня чтобы я не расставался с ней я не знаю что с ней сделать и причем переписка типа парень пишет на русском мой парень даже если разводился ролл пока я вам рассказывала мой парень даже когда говорит по русским то есть печатает он всегда пишет английской клавиатуры всегда это его отличительная особенность так скажем мне сначала так неудобно было он прикиньте все пишет английскими буквами мне было очень неудобно но в общем там в переписке типа русскими буквами он пишет вот извини я скоро с ней расстанусь мне просто ее жалко вот я просто читаю и угораю как это сделано просто ювелирно вот реально ювелирно если бы это было бы в ютубе можно было сразу кинуть жалобу и все в ютубе все проще делается элементарно есть каналы где издеваются над мукбанкерами я видела там и меня вот но мне как-то не хочется блокировать эти каналы или на что-то претендовать что вы использовали мои материалы но блин угорают надо мной я рада если вы можете заработать на этом пожалуйста я только рада ну в общем здесь я понимала что человек просто всем сердцем меня ненавидит и у человека куча свободного времени экс-участницы дома 2 говорили о том что про них создают паблики антифанаты создают паблики я просто думала что эти люди придумывают себе это но оказалось нет и плюс она всем моим подписчикам кидала запрос на подписку и людям интересно было что зайка эмили заходили смотрели видели там переписки моего парня типа он хочет со мной расстаться не получается я умоляю его там целую его пятки что пожалуйста не бросай меня сначала мне было смешно но потом это начало выходить за рамки просто я не знала что делать как вы думаете что я сделала я просто игнорировала блокнула я чтобы хотя бы моим подписчикам не могла кидать запрос на запрос это реально люди на азербайджанском такое слово есть идеально подходящее сюда люди бекер вот заняться нечем людям если бы у меня было бы столько свободного времени я бы сидела и рисовала если бы у меня было бы свободное время много я бы зависал на ютубе я бы начала играть в симс не знаю что бы я делала но куча всего но точно не кого-то там хейтить потом начала там писать какие-то вещи факты типа из нашей жизни про моего отца про моего брата и так далее это было конечно нечто но я делала вид что я это не вижу и вчера тоже я встретил свою хейтершу она подошла ко мне и говорит я вас знаю и так далее и говорит мем я вас не смотрю из того что вы не носите хиджаб и не религиозно ты все-таки выросла в семье мусульманской и так далее как тебе не стыдно вы знаете я переписываю с девушкой ее зовут Зуля если ты смотришь тебе огромный привет это девушка она в хиджабе у нее есть дети она сама религиозная но с ней настолько интересно то есть хоть мы разные все равно с ней интересно общаться она крутая я считаю даже если мы с вами разные возможно вы меня смотрите сейчас вы в хиджабе а я нет но возможно мы с вами так подружились как даже не та девушка которая похожа на вас я считаю нельзя ненавидеть людей за то что они просто не думают как вы ну в общем высказала мне пару сладких я ничего не ответила я считаю что это делает меня выше этой ситуации ничего не отвечать сок такой классная вообще написано с мякотью вообще не чувствуется где-то здесь в сторонке лежит васаби грустит на этом все мои хорошие если вам понравилось это видео то обязательно ставьте лайки подписывайтесь всех люблю целую с вами Блайка Эмли пока